Новые перспективы. В Пинске прошел пленум Совета областной организационной структуры ДСААФ, известного с советских времен сообщества, которое уже многие годы готовит специалистов различного профиля, развивает популярные виды спорта и ведет активную патриотическую работу. О мероприятии, которое проходило с участием председателя Центрального Совета ДСААФ Республики Беларусь, генерал-майора Ивана Дырмана, в нашем сюжете. Обычно на подобных пленумах Совета ДСААФ рассматривают государственно важные задачи и решают, как воплотить их в жизни силами сообщества. В прошлом году, к примеру, решались вопросы подготовки водительских кадров, специалистов необходимых народному хозяйству, представителей рабочих профессий и также повышения квалификации. Задуманное было выполнено, говорит председатель Совета Брестской областной организационной структуры ДСААФ Николай Арсинович. Реализована и задача патриотического направления. Прошли различные акции и мероприятия. И среди них наиболее важные были приурочены ко Дню Защитника Отечества и Вооруженных сил, Дню образования ДСААФ Беларуси и 75-й годовщине Великой Победы. Теперь надо сконцентрироваться на новых планах. В этом году очередь остановиться на вопросе системы управления финансово-хозяйственной деятельностью. Предстоит решать имеющиеся проблемы. Одна из них – обновление автопарка, ведь подготовка водителей и сегодня остается одним из востребованных видов деятельности ДСААФ. Задача – продолжить начатую закупку грузовиков средней и малой тонажности, что поможет сообществу быть более рентабельным. Не секрет, что до сих пор мы эксплуатируем еще бывшие Советского Союза ЗИЛы-131, КАМАЗы, а это огромный расход топлива. И в сегодняшних условиях, скажем так, это буквально непозволительная роскошь. С расходом 52 литра, по-моему, ЗИЛ-131. Как я иногда говорю, эти организации работают на Белнефтехим. Уже продуман выход из этой ситуации. При закупке грузовиков, в том числе для Пинской районной организационной структуры ДСААФ, нужно обратить большое внимание на отечественный автопром. В последнее время мы ориентируемся в большей степени на наш МАЗ. На момент подготовки Пленума мы определили, что на вторичном рынке наших МАЗов 145 единиц на продаже. То есть выставленные на продажу 145 единиц. И на самом заводе тоже. Ну это, как правило, машины до трех лет. К слову, о Пинской районной организационной структуре ДСААФ. Это подразделение сообщества, заявляет Николай Арсенович, одно из лучших в области. И в этом немалая заслуга его сотрудников. Они уже до этого времени достаточно награждены и поощрены. Ну, например, Артюх Анна Степановна, это главный бухгалтер Пинской районной структуры ДСААФ. Она, в том числе, ей объявлена благодарность президента Республики Беларусь. Сама организация награждена почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь. Руководитель, правда, молодой, он еще не успел все получить, но он уже признан, он человек года, Юрий Владимирович Лома, человек года ДСААФ Республики Беларусь. На хорошем счету и другие работники организационных структур ДСААФ Брестской области. В частности, на этом пленуме были отмечены труженики финансово-хозяйственной деятельности из Дрогичина и Иваново, которые многие годы отдали службе в системе ДСААФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова